Все великое имеет свое малое начало Море начинается с реки, которая в него впадает Река начинается с маленького источника Источник начинается с одной капли воды, которая падает в землю во время дождя Так и Одесса Сегодня славный, великий город, известный по всему лицу земли Но когда-то и она началась с чего-то маленького и ничего незначащего Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы с вами находимся в парке имени Тараса Григорьевича Шевченко А еще 218 лет назад здесь была турецкая крепость Хаджибей В конце 18 века, во время правления Екатерины II Окрепшая Российская империя вела войну с Турцией за выход в Черному морю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На то время крепость Хаджибей считалась неприступной Но Суворов не был бы Суворовым, если бы не смог ее взять 14 сентября 1798 года, ровно в 4 часа утра Сухопутный отряд под командованием Иосифа Дерибаса Дерибаса, который впоследствии стал первым граноначальником города Одесса Был начат штурм неприступной крепости Хаджибей Турки оказывали ожесточенное сопротивление нападавших Но ровно через 15 минут крепость была взята Позже Суворов подшучивал, говоря Если Дерибасу дать хороший полк, то он и Константинополь захватит После взятия крепости Хаджибей по приказу Суворова крепость была восстановлена А в сентябре 1794 года по приказу Екатерины Великой На этом месте был основан город, который впоследствии получил название Одесса До нашего времени сохранился фрагмент той крепости, рядом с которой я сейчас нахожусь Представьте себе первоначальную Одессу Это была скалистая, неприглядная местность, круто обрывающаяся к морю Без малейшей растительности Если не считать трех груш, которые росли на территории крепости Город, построенный на месте Турецкой крепости, быстро рос Благодаря своему географическому положению, которое оказалось очень удачным И уже через короткое время Одесса становится южной столицей Российской империи Но все началось именно с этой небольшой крепости Библия говорит, что больше всего храни у вас Храни сердце твое, потому что из него источники жизни Хранить это тщательно охранять, построив крепость и Слова Божьего Потому что если охранять сердце, тогда сердце даст нам жизнь и великое будущее Порой, смотря на свою жизнь, мы не видим ничего достойного и славного Но несмотря на это мы имеем сердце, данное нам самим Богом Если мы станем охранять его от греха и неверия, наполняя его Словом Тогда со временем, мало-помалу, наша жизнь, призвание и служение Начинают расти и приносить плоды КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ